То, о чём я сегодня буду рассказывать, было предсказано концепцией или теорией возможной эволюционной роли опухоли, которую я имел возможность и раньше докладывать на этих конференциях, которая изложена вот в этой книге. Суть которой находится в том, что некоторые наследуемые опухоли на ранних стадиях своей прогрессии могли играть эволюционную роль, предоставляя пространство клетчатой массы для экспрессии эволюционно новых генов. И из этой теории следовали некоторые нетривиальные предсказания, первое из которых о том, что эволюционно новые гены должны в опухолях экспрессироваться. А кроме того, возможен отбор опухоли и генов на новые функции в организме, я подчёркиваю, в организме, а не в опухоли. И существуют экспериментальные подходы, конечно, к изучению этого феномена. А именно можно изучать эволюционную новизуну опухоли специфических генов, и можно изучать опухоли специфических экспрессий эволюционно новых генов. И те, и другие. Сложность здесь в том, что разные области науки изучают эти разные группы генов. Но мы изучали и то, и то, и получили такие некоторые сходные данные. Если первый подход кратко охарактеризовать, то это надо, допустим, выделить большую группу опухоли специфических генов, искали методами глобального, так называемого, читания инсилика. И я думаю, что до сих пор никто этого эксперимента, вообще так, как мы делали, не повторил. Речь идёт о том, что все последовательности нормальных библиотек КДНК, в настоящее время их несколько тысяч, а последовательности несколько миллионов. Были вычтены из всех последовательностей КДНК опухолевых тканей, их тоже несколько тысяч, и последовательности тоже несколько миллионов. И вот когда происходит вычитание, получается некая разность, то есть как раз, которая характеризует некие гены, которые экспрессируются опухоли специфически, во всех опухолях и ни в каких нормальных тканях. И потом мы вот эту группу генов изучали на эволюционную новизну путём сравнения с геномами, с полностью сквенированными геномами различных систематических групп. То есть это целый букет довольно сложных методов. И потом изучали гены. Изучали гены поодиночке, изучали гены целыми классами. И вот здесь, в этой таблице, представлено 8 генов, которые мы изучали поодиночке. Но вот вы видите, что, во-первых, большинство из них не белок кодирующие, а не кодирующие РНК. Ну, что, в общем, соответствует представлениям об эволюционной новизне. Они вот экспрессируются в большом числе опухолей. Они не экспрессируются или малоэкспрессируются в нормальных тканях. И это экспериментальные данные, полученные ПЦРу. И вот посмотрите, где они встречаются по эволюционной новизне. В приматах только и у человека. Один только ген встречается ещё у млекописающих. То есть вот такая вот интересная закономерность. Это мы изучали индивидуальные гены. Вот один из этих генов в качестве примера просто. Вот посмотрите. Это его экспрессия на панелях КДНК из различных опухолей. Это такой чемпионский ген. Он практически во всех опухолях экспрессируется. Понимаете? Ну, вот это видно на всех этих дорожках. А в норме он нигде не экспрессируется, кроме яичка. То есть он относится к категории канцер-тестис-антигенов за исключением того, что это не антиген, это РНК. То есть не исключено, что представление о канцер-тестис-антигенах надо расширять на некодирующие РНК. И теперь посмотрите, что там дальше интересно получается. И мы стали изучать. Хорошо, вот он так хорошо экспрессируется в опухолях. А что у него с эволюционной новизной? А очень хорошо у него с эволюционной новизной. Вот это консервативная часть генома, а это неконсервативная. И как раз с неё-то и экспрессируется вот этот опухоли-специфический фрагмент. Понимаете? Мы стали изучать этот коротенький фрагмент. Вот Юлия Корноухова, она даже здесь у нас присутствует. И она достроила его до какого-то большого гена вообще, с антроном и так далее. Большой ген. И стала смотреть, а что же там-то там? Целый ген-то как экспрессируется? Он тоже экспрессируется в опухолях, понимаете? Но уже для того, чтобы его уловить, нужно два раунда ПЦР провести. То есть консервативные гены экспрессируются хуже вот этого эволюционно-нового фрагмента. То есть очень интересное явление, которое мы сейчас продолжаем изучать. Теперь другой пример, другая таблица. Это уже мы брали эволюционно новые гены, кем-то описанные, смотрели их опухолю-специфичность экспрессии. И вот видите, они действительно экспрессируются опухоли-специфически. Причём о них так особенно не было известно, что они там опухоли-специфически. Никто не изучал. Особенно мне нравится вот этот вот ген. Видите, он так богато экспрессируется в опухолях. Ген ПБОВ1. И мы стали его изучать. Мы откуда его взяли? Это вот авторы, которые просеквенировали первый человеческий геном. Они его там тщательно проанализировали. У них была табличка в статье. Вот гены, которые... Где они там встречаются? Вот этот ПБОВ1, там оказалось, что он не встречается у собак. Нас это заинтересовало. Мы стали изучать его эволюционную новизну и показали, что он не только у собак встречается, он только у человека возникает. То есть это ПБОВ1 – это ген, который возник до нового у человека. Даже у обезьян его нет. То есть это совершенно вот такой эволюционно новый ген. И признаки его, посмотрите его признаки. Вот это нейтральная эволюция, отсутствие структурирования. Он один экзонный и очень короткий. И так далее. То есть всё говорит о том, что это эволюционно новый ген. И после этого мы стали изучать его опухолю специфичность. И оказалось, что он экспрессируется тоже во всех почти опухолях и не экспрессируется ни в одной нормальной ткани. То есть мы предсказали опухолю специфичность эволюционной новизной. По-моему, результат очень замечательный. Ещё что оказалось вот в этой статье, и это даже в заголовке оказывается, что пациенты, страдающие глиомами или раком груди, в которых экспрессируется этот ген, у них позитивный прогноз. И мы предположили, что, по-видимому, этот ген играет роль такого опухолевого супрессора, вызывая на себя иммунный ответ. И вот через три года после нас другие авторы показали, вот в этом году только-только, они показали для другой локализации, для рака яичников, такую же ситуацию. Тоже ген ПБОВ-1 является опухолевым супрессором. Вот такая интересная история. Теперь, это вот мы единичные гены изучали, и, как вы видите, вот мы берём из этих десятков сотен генов какие-то гены, и они оказываются очень интересными. Но мы изучали и просто классы целых генов. Вот вы посмотрите, здесь несколько классов таких генов описано. Меня, например, интересовало, вот есть такие гены, они называются, знаете, канцероэмбриональные антигены. И они на два субкласса распадаются, гены которых локализованы на х-хромосоме и на аутосомах. И я вот думал, ну а почему, собственно, почему, что это за связь такая? Значит, яички, тестисы, семейники и опухоли. А потом, когда уже мы, так сказать, прониклись духом эволюционно новых генов, то оказалось, что общеизвестной такой истиной является то, что эволюционно новые гены возникают в семейниках, поэтому они наследуются дальше. Они должны там возникать. Если они возникают в опухолях или ещё где-то, они не наследуются. Ага, я тогда решил. Ну, наверное, тогда вот этот класс, канцер, тестис, антигены, да, их гены должны быть эволюционно новыми. И так и оказалось. Кроме того, мы изучили вот эти наши глобальные субтракции, помните, о которых я говорил, да, что мы сделали вот эти глобальные вычитания, получили какие-то гены, которые экспрессировались преимущественно в опухолях. Часть из них рынковые гены, а часть из них белоккодирующие. И обе оказались эволюционно новыми. Вот сейчас я покажу вам эти рисуночки. Здесь вот это первая наша работа по канцер, тестис, антигенам. Вот гены канцер, тестис, антигенам, локализованы на их хромосоме, они только у приматов, 70%. Понимаете? То есть это очень хороший результат. Понимаете? Очень хороший результат. Теперь как это выглядит, в общем, на другом рисунке. Понимаете? Вот смотрите, вот это как располагаются ортологи или гомологи генов наших всех белоккодирующих вот в эволюционных группах различных организмов, да? То есть вот так вот наши гены, вот так они возникали в процессе эволюции, грубо говоря. А вот это гены канцер, тестис, антигенов. Они возникают, видите, уже вот у человека и приматов. И точно так же возникает вот это зелёненькое, да, это то, что мы получили на наших субтракциях. Причём более того, в последние 6 миллионов лет эволюции наш класс генов, он опережает по эволюционной новизне даже канцер, тестис. Вот канцер, тестис – это вот наши гены, которые мы описали. То есть самые эволюционно новые гены, они кодируют некодирующие рынка. Ну уж поскольку мы занимались эволюционной новизной, то мы помнили, конечно, что онкодены, вот они, некоторые онкодены, они довольно старые, и возникают ещё у губок. И мы решили вообще проверить, вообще, как класс онкодены, как они вообще представлены. А заодно, как представлены в эволюции опухолевые супрессоры, как они рождаются, и как представлены в эволюции гены дифференцировки. И мы получили кривые, которые до сих пор у меня вызывают удивление. Вот посмотрите, вот опять зелёненькие – это все белокодирующие гены. Вот эта кривая – это гены домашнего хозяйки. И вот три параллельных кривых идут – онкогены, то опухолевые супрессоры и гены дифференцировки. То есть эти три класса генов эволюционируют параллельно, и вообще онкогены – это самый старый класс генов. Старее них только гены домашнего хозяйства. Это очень удивительный факт. Это очень удивительный факт. И он подтверждает предсказание нашей теории о том, что опухоли участвуют в происхождении новых дифференцированных типов клеток. Раз такая параллельность в эволюции – это доказательство, вообще говоря. А теперь вот смотрите, как… Вообще я покажу целый спектр генов самых разных. Вот смотрите, это, значит, контрольная наша кривая. Это распределение всех белокодирующих генов. 20 тысяч генов или 21 тысяч. И вот смотрите, значит, самый эволюционно молодой класс – это канцертестис антигены. После них идёт тоже канцертестис, но локализованный на аутосомах. Это вот наши гены уже, о которых я только что рассказывал, не кодирующих РНК. Это кодирующих белок – наши гены. Теперь это гены апоптозы. И смотрите, все эти кривые ещё, они разные по эволюционной новизне, но они все ниже контрольной кривой. Это гены апоптозы, это гомеобоксные гены. А вот онкогены, они уже лежат сверху от усреднённой кривой. Это опухолевые супрессоры, это дифференцировочные гены. А вот это гены, их называется cancer-related. Их много. Они почему-то экспрессируются во всех опухолях. Не совсем понятны их функции, но они тоже так же эволюционируют, как и онкогены. И вот, наконец, это гены домашнего хозяйства. То есть смотрите, какое красивое распределение. И мы можем говорить не только об эволюционно-новых генах, экспрессирующихся в опухолях. Мы можем говорить о целых классах эволюционно-новых генах, экспрессирующихся в опухолях. Ну вот. И мы сделали вывод. Причём на основании своих данных мы целенаправленно искали эти гены, мы их нашли. И мы предположили, что это некий новый биологический феномен. До этого он не был описан. К тому же предсказанной нашей теорией. Мы назвали этот феномен экспрессией эволюционно-новых генах в опухолях. Ну, по-английски – цин. Что характерно сразу, вот экспрессия, она связана с функцией. То есть если что-то экспрессируется, значит, там может быть функция. И поэтому мы предпринимали какие-то шаги для того, чтобы выяснить. Да, а получается так, вот в теории вообще эволюционно-новых генах, что чем более эволюционно-новый ген, тем менее известна его функция. И, по-видимому, самые эволюционно-новые гены, они просто функций не имеют ещё. Не просто мы их не знаем, а просто функций нет ещё, понимаете? И вот одно из первых такого рода данных, данные эти получил Дмитрий Полев, который показал, что одна из наших некодирующих РНК, она имеет структуру микро-РНК. Это вот был первый намёк такой, что функции имеются такие. А потом мы спланировали целенаправленный эксперимент. Ведь вот посмотрите, если эволюционно-новый ген человек, он не имеет функции, то как нам изучать динамику развития функции? Ну, трудно, наверное, да? То есть надо куда-то забегать вперёд эволюции. Мы решили опуститься до, так сказать, в эволюции до рыб и посмотреть, вот эволюционно-новые гены рыб, они в опухолях экспрессируются, да? А если они в опухолях рыб экспрессируются, то потом как вот в эволюционной кривой между рыбой и человеком, да? А есть, так сказать, вот они… Есть там такие этапы, где вот у них общие были, да? Потом у человека что из этих генов возникает? И таким образом описать эволюционную траекторию возникновения каких-то функций. И вот когда мы начинали этот эксперимент несколько лет назад, он уже тянется несколько лет, ну, я боялся, что у него ничего не получится. Хотя вот Катя здесь, Матюнина, которая это делала, она за это взялась, да? Ну, страшно было, что ничего не получится. Получилось очень интересно. То есть ещё раз посмотрите, что делалось. Мы взяли для качественной модели трансгенную опухоль рыб, индуцируемую, которая после того, как индуктор убирается, подвергается регрессии. И таким образом вот эта печень с регрессированной опухоль или опухоль после регрессии – это уже какая-то новая структура. Это и не опухоль, и не печень нормальная, да? И мы предположили, что это вот подходит к тому, с чем мы работаем, и предположили, что там активируются тоже эволюционные новые гены, с которыми мы можем потом работать и посмотреть, что с ними происходит у человека. И мы… Кстати, вот это Эмилиянов делал Саша, который тоже работал, кстати, вот и в институте онкологии вместе с нами. А сейчас вот он работает в НИЦе, в раковом институте. То есть, ну, путём сравнения нормальной печени, карциномы и карциномы регрессированной, он выделил 1400 генов, которые экспрессировались в карциноме и уже продолжали быть экспрессированы после регрессии опухолей. Мы контролировали вот специфичность этой экспрессии, и вот видите, что действительно вот он… В нормальной печени эти гены не экспрессируются, а экспрессируются вот в опухоли рыбьей. Кстати, доктор Мизгирёв эту опухоль нам и дал. Вот. Теперь посмотрите, какой дальше мы проводили анализ. Вот из 1402 генов 917 мы нашли в базе данных «Энсембл», и в ней дальше работали. Из этих 917 и 410, оказалось, имеют ортологи у миноги, которые до рыб, грубо говоря, да, и поэтому они не являются эволюционно новыми. 106 – сомнительных, и вот 401 ген без ортологов у миноги, вот эти 401 ген можно считать эволюционно новыми для рыб. 226 из этих 400 генов, да, имеют ортологов у человека, а 175 не имеют ортологов у человека. И вот мы эти три группы, да, то есть вот 246 ортологов, которые есть у человека, и 246 рыбьих генов, которые имеют эти ортологи, и 175 генов без ортологов изучили подходом, который называется генной онтологией. Это синтетический, восхитительный подход, который позволяет путём анализа опубликованных данных и просто данных по последовательности определять функции генов. И вот эти здесь функции представлены. Посмотрите, какие функции оказываются. Функции связаны с мартогенезом. связаны с различными аспектами регуляции транскрипции и с сигнальными путями. Причём, посмотрите, эти функции, сколько их у ортологов человека, их значительно больше, чем у рыбьих ортологов. А у тех генов, которые не имеют ортологов человека, у них вообще функции нет. И, понимаете, вот мы, собственно, вот этот результат мы ожидали и предсказывали. Вот этот результат неожиданный, и что же это за гены такие, которые не приобретают функции за сотни миллионов лет эволюции? Понимаете? То есть это ещё один интересный аспект. Но мы в основном работаем сейчас вот с этими. То есть мы видим, что действительно эти гены, которые возникли у рыбы и впервые экспрессировались в опухолях рыб, они кодируют восхитительные функции у человека, а восхитительные функции, связанные с прогрессом. Какие это функции? Вот посмотрите. Часть из этих функций вообще у рыбы нет. Например, эти функции, которые связаны с развитием лёгких или молочной железы, или у нейтритробных развития. 23 гена мы таких обнаружили. Понимаете? Вот. Ещё раз. Вот попытаемся это осмыслить. 23 гена, кодирующих прогрессивные признаки у человека, впервые возникают у рыб, и впервые экспрессируются в опухолях рыб. А потом в процессе революции превращаются в фантастические функциональные гены человека, которые определяют самые прогрессивные признаки у человека. Мы тоже проверяли экспрессию уже на человеческих панелях этих генов. И вот этот ген CCD-C40, он связан с развитием лёгких, он действительно экспрессируется в лёгких, но и в печени. Мы помним, что у рыб он в печени, так сказать, экспрессируется, в опухолях печени, да, то есть он тоже там экспрессируется. То есть тут мы кое-какие контроли на экспрессию ставили. То есть ещё раз мы закончили. То есть таким образом, смотрите, вот повторим ещё раз, да, что гены, определяющие прогрессивные признаки человека, впервые возникают у рыб, как протогены какие-то, да, потом они накапливают количество функций новых и приобретают функции, прогрессивные функции человека, впервые они экспрессируются в опухолях. Мы предлагаем назвать такие, предложили назвать такие гены карцена Эвадева, по аналогии с карценоэмбриональными антигенами Гарри Израильевича Абелева, да. Аналогия глубокая, аналогия глубокая, но в нашем случае это более широкий, конечно, пример. Теперь от наших данных я перейду к изучению, именно к изучению данных литературы, потому что, вы знаете, если вот вы попробуете поискать в литературе, ну, допустим, в экспрессе эволюционно новых генов, опухоли, вы ничего не найдёте. То есть, нету в литературе таких данных, либо наши статьи вы найдёте. И тут требуется другой подход. И сейчас вот элементы этого другого подхода я вам покажу. Вот посмотрите, дупликация генов с последующей дивергенцией, перестановка экзонов, возникновение генов из транспозонов эндогенных вирусов, возникновение генов ДНО – это основные пути возникновения эволюционно новых генов. И мы сейчас каждый из этих типов эволюционно новых генов разберём, и посмотрим, где они экспрессируются. Начнём вот с первого происхождения генов путём дупликации. Автор идеи, один из основоположников Сусума Оно, он предположил, что вот ген дуплицируется, экстракопия подвергается там мутационному процессу, и может ускользать из-под действия отбора, и может давать эволюционно новый ген, а может и не давать эволюционно новый ген. И он считал, и генетики считали, генетическими методами считали, что в основном псевдогены – это джанк ДНК. Так вот, оказалось, что это не джанк ДНК, а оказалось, что действительно это гены в процессе эволюции. И вот уже в 90-е годы вот уже даже стали терминологию предлагать, чтобы отразить то, что псевдоген, он эволюционирует. То есть это ген в состоянии эволюции. А теперь посмотрите, тем временем онкологи изучают экспрессию псевдогенов в опухолях. И вот эта таблица из моего обзора, которая вот в этом месяце выходит или вышел уже в Journal of Infectious Agents and Cancer, это далеко не все псевдогены, и у которых показана исключительно специфическая опухолевая экспрессия. Понимаете? А там, где есть экспрессия, есть и функция. И оказалось, что у псевдогенов много функций. То есть это фактически не псевдоген, это другой какой-то ген уже, функцию которого мы только начинаем постигать. Теперь другой способ происхождения генов – это происхождение новых генов путем перестановки экзонов. перестановка экзонов ведет к возникновению мозаичных генов. И, кстати, многие белки плазмы, таким образом возникли комплименты и так далее. Это очень широко распространенный процесс. Такого рода перестановки ведут иногда к онкологической трансформации. А некоторые гены, вот этот ТРЭ-2, УСП-6, онкоген, он просто возник путем соединения двух генов, один из которых эволюционно новый. То есть мы видим эволюционно новый онкоген человек, который вообще является онкогеном. Но нас больше интересует другой пример. Это атипический или альтернативный сплайсинг, который в опухолях имеет просто глобальный характер. То есть все так называемые hallmarks of cancer, они определяются, в них участвует альтернативный трансформер. Вот только примеры генов, которые в опухолях подвергаются альтернативному сплайсингу, вот здесь приведены. Вот этот ген МДМ, он имеет 72 сплайсированных формы. Понимаете? То есть это вал целый вот таких новых форм. Причём смотрите, сплайсинг он не ведёт к изменению генов, но в соединении с ретропозицией, в эволюционной перспективе, он приводит к возникновению новых генов с перетасовкой экзонов. Понимаете? И наше предсказание заключается вот в чём, и мы сейчас это проверяем экспериментально, что часть вот этих генов, которые сплайсируются альтернативно, они уже в качестве протестированного псевдогена уже встроились в ДНК, и вот мы сейчас их там ищем. И таким образом вот этот альтернативный сплайсинг, это уже является продуктом транскрипции гена, а не продуктом альтернативного сплайсинга. Андрей Бедрович, не хочу вас огорчать, у вас 4 минуты. А, я заканчиваю, да. Тоже относится вот к примеру возникновения генов из эндоденных ретровирусов. Вот эндоденные ретровирусы и другие транспазоны, они составляют 40% генома нашего. Они возникли, вот эндоденные ретровирусы, путём повторных инфекций наших предков, да, ДНК, зародышевой плазмы наших предков. Их у нас много, например, видите, 200 тысяч копий. И много семейств. И семейства эти разные. Одни из них более эволюционно молодые, другие менее эволюционно молодые. И вот смотрите, Херфка, который самый эволюционно молодой, вот посмотрите, в каком числе опухолей он экспрессируется. В очень большом числе опухолей. И тоже касается и других примеров транспазонов. Наконец, вот последний пример – это гены, возникающие ДНОВА. У человека их описано уже сейчас около дюжины, и может быть их больше. Понимаете? Для их возникновения нужно возникновение промоутанных элементов и изменение последовательности мутационной. И потом может возникать новый ген. Вот один из таких новых генов мы изучили. Он был открыт недавно. И он был уже открыт как экспрессирующийся в хронической лейкемии. А мы показали его экспрессии еще там в четырех опухолях. То есть получается, что и этот тип генов, значит, вот они успешно экспрессируются в опухоле. Два буквально слова о позитивном отборе. Вот помните, я говорил, что одно из предсказаний – это то, что должен в опухолях может идти позитивный отбор на приобретение новой функции в организме. Критерием позитивного отбора является вот эта вот величина. Ее можно посчитать. И вот что оказалось. И вот этот парадокс, который никто не может объяснить. Оказывается, что в опухолях экспрессируется большое число генов, которые в линии приматов подвергаются позитивному отбору. То есть которые выгодны человеку. И никто не может это объяснить, кроме нашей теории, которая говорит, что опухоли помогают возникновению признаков, полезных для организма. Значит, вся совокупность данных, которые мы обнаружили, которые мы нашли в литературе, подтверждает о том, что действительно новый некий биологический феномен – это экспрессия эволюционно новых генов в опухоле. И вот, собственно, да, я могу сказать, что вот этот обзор, он вышел в июне 2016 года в этом журнале, и всё, о чём я вам рассказывал, содержится в этом обзоре. И, соответственно, вся эта группа данных, она подтверждает и общую теорию. И я вот с удовольствием хочу сказать, что вот книга, которую я вам показывал по-английски в начале, она теперь переведена и вышла уже на русском языке в издательстве Политехнического университета. И я вот Льву Михайловичу её дарю как представитель Оргкомитета. Спасибо большое, Андрей Петрович. Не уходите далеко, потому что... Да. Потому что я думаю, что будут вопросы, когда бы Андрей Петрович не выступал. Это всегда интересно, с одной стороны. С другой стороны, это всегда, как говорят, челлендж, вызов аудитории. Поэтому, пожалуйста, давайте мы несколько минут потратим на вопросы, которые, наверное, появились. Пожалуйста. Хорошо, Андрей Петрович. А, пожалуйста. Нижний номер, пожалуйста, спросите. Да. Доктор Загайнова, пожалуйста. А у нас есть микрофон еще. А. Андрей Петрович, очень интересное сообщение. И я доцент Печерский, университет Мечникова. Потому что, например, развитие инсулинорезистентности. Дело в том, что инсулинорезистентность известна в животном мире. И благодаря инсулинорезистентности животные приобретают дополнительный вес. И благодаря этому они получают возможность пережить зиму. И вот с возрастом, когда происходит, например, недостаточность тестерона, то используется все, что может стимулировать деление и дифференцировку клеток, имеющих антрогенные рецепторы при отсутствии тестерона. И, в частности, развивается инсулинорезистентность. Потому что на этом фоне повышение инсулина стимулирует метагенную активность клеток. Простите, пожалуйста, давайте придерживаться, коллеги, такого принципа. Короткий вопрос, короткий ответ. Иначе мы уйдем далеко. Значит, тут говорилось о дефиците тестостерона, об инсулинорезистентности. Ваш вопрос. Я просто хотел подтвердить то, что действительно, то, что сформировалось на этапах эволюции, когда-то может проявиться как компенсаторно-приспособительная реакция у людей. Вот я просто хотел сказать, что да, это очень правильно. И сказать, что это здорово. Спасибо. Но, тем не менее, я могу добавить к этому. Вот вы знаете, интересно, Марк Абрамич Забежинский однажды, я ему послал слепую фотографию, он поставил диагноз по ней, что это папиллома, там, тра-та-та-та. Оказалось, что это, ну, это подвох был, конечно, это были зачатки рогов личинки жука. Так вот, рога у жуков, они регулируются как раз инсулиновым путем. Инсулиновый путь, он регулирует, с другой стороны, и опухоли. Понимаете? Причем, вот, величина рогов зависит от наличия питания, грубо говоря, да? То есть, вот это, пример, который вы приводили, который я продолжил, он как раз показывает вот связь вот этих процессов. Понимаете? И там, и там имеет место анаплазия, такая, анапластические процессы, и они лишний раз подчеркивают вот вовлеченность опухолеподобных процессов, вот физиологию там и так далее. Хорошо, только надо, в принципе, наверное, нам уточнять, это речь идет об инсулине или о пути, связанном с инсулиноподобным фактором роста. Так, пожалуйста, вопрос. Спасибо большое. Действительно, доклад интересный, вызывает кучу вопросов. Вопрос простой. Если опухоль является источником образования новых полезных генов, ну, как бы альмаматором, а получается, что наоборот, животные, заболевшие опухолью, элиминируются природой, то как это все потом сохраняется? То есть, сохраняется только у тех, кто случайно выжил. Может быть, вот это еще интересно. Почему они выжили после опухоли и дальше понесли генетическим материалом? Или как? Значит, смотрите, во-первых, опухоль – это альмаматор экспрессии генов, а не происхождения генов. Гены возникают, значит, в семенниках и яичниках, а экспрессируются в опухолях. Это первое. Второе. Оказывается, что опухоленосители совершенно не элиминируются. Оказывается, что относительное количество доброкачественных опухолей, оно сопоставимо и превосходит относительное количество злокачественных опухолей. Понимаете? И это мы видим и на примере человека, и на примере, так сказать, всех практически групп организмов. То есть, мы должны переоценить вообще вот это отношение опухоли разные, понимаете? Опухоли разные, и еще и разные стадии развития опухоли разные тоже, понимаете? Я услышала ключевое слово, доброкачественное. Спасибо. Тянется одна рука, наверное, это будет последний вопрос, к сожалению. Но потом, если останется время для дискуссии, то мы сможем еще поговорить. Пожалуйста, профессор Киселева. Из вашего ответа вот сейчас, правильно я поняла, что все новые гены, которые возникли в герминальных клетках, они работают тогда только в эмбриогенезе, и их неправильная экспрессия происходит в опухоли. Получается, что все эти новые гены должны быть, что называется, эмбриональными? Ну, не совсем так, наверное, все-таки. Смотрите, как получается. Они возникают действительно в герминальных клетках. Функции их там неизвестны. Многие вот эти эволюционно-новые гены, например, гены ХЕРВК, они действительно экспрессируются на ранних самых стадиях эмбриогенеза, ну и мы знаем феномен этот, который Абелев описал и так далее. Но, по-видимому, все-таки полигоном экспрессии, где отрабатывается экспрессия, является, конечно, не эмбриональное развитие, а является опухолью. Иначе погибнет. Иначе погибнет, да. Иначе погибнет, понимаете? И в этом, собственно, и смысл опухоли. Впрочем, опухоли есть эмбриональные тоже. Мы это тоже прекрасно знаем. Спасибо большое, Андрей Петрович. Мы должны идти дальше. Но, может быть, единственное, я вот воспользуюсь пребыванием здесь и хочу вас вот о чем спросить. Вы сказали, что, возможно, комбинация эволюционной новизны и в то же время опухолеспецифичность, имея в виду, что в нормальных, аналогичных, условно говоря, тканях не находите. Значит, если есть опухолеспецифичность, то под каким-то углом зрения или в каком-то варианте это может быть и в диагностических целях использовано? Ну вот мы сейчас пишем уже серию грантов на эту тему, и пока нас еще не финансирует никто, понимаете? Но я недавно был в Сколково и рассказывал нам вот об этом, этому вице-президенту и председателю этого биологического кластера. Они вроде относятся к интересу. Как грант им пишешь, они не финансируют, понимаете? Но вот наша задача, смотрите, я вам на панелях я показал специфичность. Теперь надо смотреть в биологических жидкостях. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Спасибо.